На календаре понедельник 23 ноября на часах 16.00. Это время новостей в прямом эфире 7 канала. В студии Максим Аленов. Здравствуйте. Одесская патрульная полиция проводит проверку относительно сотрудников, которые якобы публиковали в социальных сетях антимайданные посты. Напомним, что в интернете стали публиковать соответствующие скриншоты страниц новых патрульных за период 2013-2014 год. По словам губернатора Михаила Саакашвили, его эта информация обеспокоила. Меня очень обеспокоило появление в сети некоторых антигосударственных заявлений нескольких новых одесских полицейских. Я разговаривал с главой национальной полиции и потребовал отстранения от своих обязанностей этих сотрудников. Хатия, в свою очередь, обещала провести тщательное служебное расследование. По этой информации в данный момент проводится проверка служебная и уточняется, насколько все это правдоподобно. Ребята несут службу, но находятся на контроле у руководства. Выжившие в субботней аварии на Среднефонтанской пережили выходные и находятся под присмотром врачей. Пассажир Ниссана в больнице на Слободке. Со слов врачей, у него многочисленные ушибы внутренних органов и травма позвоночника. Пострадавшему 25 лет. Врачи к нему никого не пускают. Выживший пассажир Опеля до сих пор в реанимации еврейской больницы. Это студент политеха, ему 21 год, парень родом из Туркменистана. Поступил в состояние крайней тяжести, с политравмой, в шоке. Проведены реанимационные мероприятия, противошоковая терапия. Сейчас в сознании состояние его стабильное, тяжелое и будем надеяться на хороший исход. Я напомню, что авария произошла субботним вечером. На улице Среднефонтанской лоб в лоб столкнулись Опель и Ниссан. Шесть человек погибли на месте, еще двое попали в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, правило нарушил погибший водитель Опеля. По словам очевидцев, он выехал на встречную полосу. Опель вышел на встречку. На болгарских номерах вот Опель стоит. Вот пацаны. Вот они на встречке. Вы видели на встречке? Вон там камера есть, она все видела. Не мой регистратор, но следователь взял. Полиция задержала мужчину, который продавал марихуану. Он выращивал коноплю на полях орошения возле своего дома. Задержанным оказался вооруженец Молдовы. Ранее он уже имел проблемы с законом. В ходе осмотра домовладения 49-летнего ранее судимого мужчины было изъято 240 пакетов со цветиями конопли, общим весом около 500 граммов, пакет с одним килограмм марихуаны, две единицы электронных весов и автомат Калашникова с магазином. Какие цели у вас? Для собственного употребления. А где вы ее выращиваете, приобретаете? Я не выращиваю, я ее нарываю на полях орошения. Охоршения. Что вы с ней делаете? Курите вы ее? Как вы употребляете? Кушаю. Когда курю, когда табака нет. А так кушаю. Любителю легких наркотиков грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Расследование продолжается. Одесская таможня создает новый терминал и объявила о дополнительном наборе туда 130 сотрудников. Об этом заявила глава таможни Юлия Марушевская. По ее словам, критерии отбора новых работников не будут новыми. По такому же принципу отбирали глав райадминистрации и работников Центра административных услуг. Мы даем полностью за государственную процедуру. Есть требования, которые требуют. Есть требования, как быть гражданином Украины, мать высшего света. Это все обязательно будет. Но для меня так же важно, чтобы это были открытия людей. Они должны понимать, что они фактически наша витрина, наш такой передовый залив. Ну а я добавлю, что терминал будет расположен в здании Одесского морвокзала. Это будет новая зона таможенного оформления. На реконструкцию здания из бюджета уже предусмотрено 35 миллионов гривен. Также помогут иностранные партнеры. Предполагается, что все техоборудование предоставит фонд USID. 83 года спустя, накануне Дня памяти жертв Голодомора в Одесской национальной научной библиотеке открылась книжная выставка. На ней читателям и студентам-историкам представили последнее исследование массового голода в Украине. Часть работ презентовали сами авторы. Напомню, День памяти жертв Голодомора отмечают каждую последнюю субботу ноября. Национальная библиотека, она не остается в стороне, конечно, что мы всегда присвящаем книжковые выставки. Вот у нас сейчас тревает неделю науковые книги, присвященные жертвам Голодомору. Не только 1932-1933 годов, потому что Голодоморьев было, мы знаем, три в истории Украины. Это 1921, 1922, 1932, 1933 и 1946. Ну а то, что за эти годы удалось узнать о трагедии – лишь малая часть правды. В исследованиях участвуют не только украинские историки, но и зарубежные. По словам самих ученых, главная задача – рассказать о проблеме Голодомора европейской и мировой общественности. Эти годы будут введены в контексте святого, и мы имеем это понимание, соответствую реакцию, и это поможет уничтожить таких годы, как в Украине, так и в мире. Но тем временем в Одессу привезли музей революции. Документальный фильм Надежды Бабинцевой – это Майдан глазами художников, работников музеев, музыкантов, поэтов и писателей. Киноленту, приуроченную ко второй годовщине начала революции достоинства, показали в Одесском инотеатре. С премьеры вернулась наш корреспондент Юлия Федорова. Это фильм про то, как художники, кураторы, музейные сотрудники и люди, которые связаны с современным искусством, делали свое дело во время революции достоинств. Это было не только создание арт-объектов, это была музеификация предметов, которые были вывезены из Межигорья. Это такой художественный и творческий процесс во время революции. Это действительно, блин, самая мощная инсталляция всех, которые я видел. Народные перфомансы против оружия власти. Герои картины Надежды Бабинцевой – люди, чьи работы стали символами протеста. Это художники, работники музеев, музыканты, поэты и писатели. Это очень забавно, потому что мне кажется, что это самая быстрая музеификация революции. Слова, Солдава, Украина! Мы решили собирать, фиксировать то, что происходит сейчас. В Одессе картину презентует известный художник Александр Роэтбурд. Он тоже участвовал в акциях протестов в Киеве и стал одним из героев киноленты. Это столкновение какой-то средневековой модели власти и искусства, которое породил народ. Пока был Майдан, я туда ходил. Холодно было, иногда страшно было. Я говорю, да, от газа это очень неприятно. Да, ну, как-то мы все ходили. Я ничего героического не совершал. Каски, обереги, щиты, забастовочные плакаты. Во время революции повседневные предметы меняли свои предназначения, становились музейными артефактами. Это тоже изобретение людей, да, чтобы метать дальше. Делались такие, брались со сварки, для того, чтобы раскручивать и метать подальше. Музей «Революция» – документальный фильм о том, какую роль творческий дух людей сыграл в политических событиях. Чем больше проходило времени, тем больше видно, что нас много. Когда нас уже перед тем, как мы разошлись, стало настолько много, что я понял, что это сегодня не закончится, я пришел на следующий день. Мотив был один – цивилизационный выбор. Либо мы будем жить в современной цивилизации, либо мы будем жить в какой-то там уродливой реинкарнации совка. Киноленту «Музей «Революция»» покажут во всех крупных кинотеатрах Украины. Юлия Федорова, Валентин Мирза, Седьмой канал. Ну а накануне новогодних праздников и одесситов, и жителей нашей области появились сказочные перспективы. В Савранском лесу появится одесская резиденция Святого Николая. Деревянный домик чудотворца разместится на опушке соснового леса. Место выбирали одесские туроператоры с местными властями, чтобы маршрут был удобный и необходимая инфраструктура располагалась близко. Заодно ценили туристическую привлекательность Савранского района. Как все было, видела наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Туроператоры из Одессы и Одесской области выбирают место, где вскоре появится одесская резиденция Святого Николая. Один из первых филиалов чудотворца находится в Ивано-Франковской области. Из Одессы путь не близкий. Туроператоры, рестораторы и ательеры уверены, Святой Николай должен поселиться в живописном и комфортном месте поближе к Одессе. Площадь местных лесов – 11,5 тысяч гектаров. Для быстроты с места на место переезжаем на микроавтобусе. Как вам здесь? Хорошо. Хорошо? Здесь хорошо. Туроператорам нужно оценить удобство подъезда и саму дорогу. Площадку, где можно построить будущую резиденцию, находим почти сразу – посреди хвойного леса. Это резиденция долгожданная. У нас сейчас в обществе такое неверие. А праздник Святого Николая всегда связан с надеждами. Это то, чего, наверное, не хватает каждому из нас. Того светлого будущего, которое мы хотим создать, мы создаем. Инвестиции местные, да и делать все будут сами жители Саврани. Практически все, что необходимо для создания праздничной атмосферы, уже имеется в районе. Зимняя резиденция – это не единственная достопримечательность этого региона. Мы намечаем, чтобы в каждом времени сезона в Саврани были свои туристические события. Это весенние, летние, осенние, если осенью грибы, весной какое-то событие связано с религиозным, возможно, туризмом. Летом тоже может быть это зона зеленого туризма, где есть лес, он лечебный. На резиденции Святого Николая решили не останавливаться. В следующем году заработает целый туристический маршрут, куда войдет и Гетманский дендропарк. Здесь князьями любомирскими было высажено деревья в то время, когда создавался Софиевский парк. То есть он такой же по возрасту, как и Софиевка. По видам деревьев этот парк богаче. Планируется здесь создать такой туристический комплекс, в котором можно было бы отдохнуть, погулять, поесть, возможно, остаться на ночевку. На территории дендропарка сохранилось всего несколько старинных строений. Их переоборудуют под гостиницу и ресторан. Осталось найти инвестора, который займется воссозданием будущего комплекса. Я считаю, что регион очень перспективен. Во-первых, это недалеко от Одессы, это раз. Во-вторых, очень живописные места. В-третьих, те объекты, которые мы сегодня посмотрели, они должны быть интересны, потому что ничего подобного в Одесской области нет. Это места, куда можно вывезти не только детские группы, но и взрослых людей-туристов, семейный туризм, я бы даже так сказала. В первых числах мая откроют еще одну часть маршрута – Центр религиозного туризма в селе Гетмановка, где проведут пасхальную ярмарку. Главная достопримечательность – этот старинный храм. Его отреставрируют как раз к 140-й годовщине. А филиал резиденции Святого Николая заработает уже в этом году, в период новогодних праздников – с 19 декабря по 19 января. Екатерина Лапицкая, Алексей Барановский, Седьмой канал.